Здравствуй, дорогой друг! Сегодня я приоткрою тебе несколько небольших тайн в сибирской истории. Вперед! На территории Сибири курильница была очень ходовой вещью. Произошло ее название не от слова «курить», а от слова «окуривать». Такая вещь была почти в каждом доме и служила для окуривания умерших. Также она отгоняла злых духов. Говорят, помогала. Помимо курильницы, практически в каждом сибирском доме были лыжи. У большинства лыжи, обитые мехом. На таких лыжах удобно было съезжать с горки или катиться, не преодолевая каких-либо особых препятствий. Но подняться на них в гору равносильно невозможному. В плане одежды сибиряки всегда выбирали что-нибудь броское и нестандартное. Как, например, обувь Нганасан. Она представляла собой сапоги без носка. Почему без носка? Дело в том, что благодаря отсутствию этой части, внутри обуви образуется воздушная подушка, которая способна сохранять тепло и не впускать холодный воздух внутрь. Богата сибирская культура не только одеждой, но и различными музыкальными инструментами. На чем только сибирские народы не играли и каких только музыкальных инструментов мы с вами не видели. Нарсюх – это шаманский музыкальный инструмент. В переводе с языка ханты – «играющее дерево». Пять струн изготовлены из сухожилий либо оленьих кишок, либо проволоки. Струны крепятся одним концом на остром краю Нарсюха, а другим концом – на деревянной перекладине внизу инструмента. Жили сибиряки в большом доме из трех частей под названием «Связь». Горница предназначалась для встречи гостей. В этой комнате всегда было богатое убранство, а на столе стоял самовар. Стены обтягивались, как правило, холстом, однако встречались и прародители обоев. Сини же были не просто первой комнатой, в которую попадал человек, но и центральной. С одной стороны от сеней располагалась горница, а с другой – изба. Изба была территорией сугубо хозяйской, поэтому здесь, как правило, стояла кровать.